Снимается маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Николай выходит из биоробота и становится рядом. Если в его биороботе присутствуют чужеродные растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, все это становится видимым и выходит из его биоробота. Он очень тяжело идет, он как будто весь помещен в какую-то деревянную буратино, вот мне так он напоминает, весь куски дерева вокруг него и он весь скрипит, когда выходит. Хорошо, вышел? Да. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Николая в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Николая поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Николая, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса. Ты знаешь, Николай где-то внутри вот этого деревянного создания и у него злые глаза. Не знаю, что это за сущность. Сейчас посмотрим, какие у этой сущности будут глаза, когда она в клетке будет находиться. Он меня не слышит, да, Вера? Николая нет. Он слышит, но он не может. Не реагирует. Понял. Хорошо. Скеннер. Просканируй сейчас. Николая, отключи эту конструкцию, в которой он находится полностью до последнего чипа, датчика, импланты, конвектора. Вытащи, выведи это все, отключи. И как это выходит? Конструкция, я отправляю ее в клетку тюрьмы. Мы им намерили. Пошел процесс. Эта конструкция перекосила его в физическое тело. У него иногда резкие какие-то движения, которые он сам не понимает, почему. Пальцы, плечи, как-то он передергивает. Значит, долго стояло. Будем смотреть. Вышла конструкция, Николай. Отправляю в клетку тюрьмы. Побожден от нее. Натряхивается. Да, слышит. Мы приветствуем Николая, интересуемся, дает ли он разрешение на свою диагностику и чистку. Он говорит, конечно даю, я так долго ждал. А откуда у вас эта конструкция, которая стоит, эти доски? Откуда они взялись? Вы не в курсе? Не в курсе. Не вдавался в подробности, но чувствовал, как часть за частью тела сковывается. Хорошо. Сейчас найдем виновного. Поехали. Даю команду. На счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Николая, под ногами. 360 градусов вокруг него. Два. Три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Николая. Находит все. Конструкция у него ящера. Ящер в клетке, он так же переваливается, как будто скрипит. Весь неровный такой. Хорошо, ящер. Дальше. Красный дракон у него. Есть. Джин и бес. Больше никого нет. Какой джин? Какой бес? 3208. Джин синий. Да, бес? Бес девятый. Девятый. У кого есть контракт с Николаем у присутствующих? Ящера. У ящера есть контракт с Николаем. Так он говорит. Показывает верно. Хорошо. Спрашиваю. Николай, у вас есть осознанный контракт с ящером? Нет, конечно. Хорошо. Сколько ящер находится в этом биополе вместе с этой конструкцией? Девять лет. Хорошо. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 17.10. 17.10. Сколько ты находишься в этом биополе, красный дракон? Два года восемь месяц. Понятно. Сколько находится джин в этом биополе? Две месяца. И бес. Сколько ты находишься в этом биополе? Бес живет в доме. В биополе находится два года. Два года. Хорошо. Кто еще из присутствующих находится в его доме? Джин есть. Джин, бес. И красный дракон. И красный дракон. Имеет палаты. Он уже везде постарался. Красный дракон, я смотрю. Хорошо. Итак, по словам ящера, есть контракт с ним. Как ты заключил контракт с ним, ящер? Он призывал тебя? Он просил от тебя помощи? Он показывает руки как-то. Что-то с рук у него началось. Вот это как окаменение или одеревенение какое-то. Да. Это не отвечает на мой вопрос. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Сейчас продолжим разговор. Даю команду о тонкой копии Николая спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в его биополе, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сканер, дай мне число полноты души Николая на настоящий момент. 88%. Понятно. Хорошо. 12% ящер. Куда ты копии забрал? Ты уже их транспорировал? Трансферировал куда-то? Отправлял? Нет, они смешаны с этим деревянной голограммой этой. А какой у нас ящер, Вера? Посмотри. 304. 304. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Николай забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Что возвращается? Частички души возвращаются энергии по чакрам. Пошел поток идет очень бурно от этой конструкции. Но у него тело, я еще раз говорю, оно как отверглось к каким-то исправлениям плечи, спина, физическое тело, я имею в виду. Ты имеешь в виду деформировано, да? Да. Хорошо. Обращаюсь к Николаю. Николай, на вас было массивное воздействие со стороны ящера оказано. Вы желаете ему вернуть все ваши страдания, сделать ему откат всей вашей боли за 9 лет, чтобы он прочувствовал каждую секунду за эти 9 лет тех неудобств, которые он доставлял вам? Я желаю наказать этого паразита. Хорошо. Вы имеете право ему дать 100% той боли, которую вы получили от него. Так и сделаем. Прямо сейчас? Нет. Когда мы закончим, мы придем к этому моменту. Я еще раз у вас спрошу, вы подтвердите, и после этого мы дадим ему откат. Реверс закончился. Бес, выходи, вытаскивай все, что я оставил в его биопуле. Скажи мне, есть ли арвы биопуля Николая? Вернее, где они находятся? То, что они есть, я не сомневаюсь. На плечах у него, как груз. Плечи. Еще где? От плеча до плеча такая. Это от конструкции, да? Живет. Большая, как груз у него. Ноги тоже. Понятно. Хорошо. Хочешь забрать эти лярвы? Ноги от тяжести. Трудно было носить на себе эту конструкцию. Она вытащилась, все, хочет забрать. Хочешь забрать лярвы? Да. Разрешайте забрать лярвы, забирай и возвращайся назад. Да, готово. Джин, выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки. Отключайся. Докладывай, что ты все снял. И о готовности к проверке докладывай. Проверка будет проходить, говорю, для всех. Скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, возможно, он может сгореть в этой клетке-тюрьме по каналам. Джин, готов. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся назад. Сердечная чакра плата у него снял. Сердечная чакра. Ты это догадался, я не слышал. Хорошо, идем дальше. Ящер, что-нибудь осталось на твоей частоте, не вытащенном. Скэнер, просканируй на частоте Николая, вернее, на частоте ящера Николая, просканируй. Отключи все татчики, которые мы еще не нашли. Выведи их из биополя. У него такой круг, светящийся, голова, шея, вывел он. Хорошо, отправляйся в клетку-тюрьму, там, где конструкция. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Николая с конструкцией ящера, ящером, красным драконом, джинном и бесом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Он вкус чувствовал этой конструкции. Нос, не шея, а глотка. Да. У него стоял какой-то привкус всегда от этого. Вполне возможно. Выходит сейчас. Готово. Давай попробуем отстегнуть каналы, отлетят или нет. Подхожу к Николаю, помогая моей энергией отстегнуть ему все каналы к интерферентам и их подключикам на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает каналы, отстегивается. Все отлетели? Сейчас, подожди, смотрю. Каналы отлетели у него. Все? Все. Отлично. Если был бы контракт, они бы не отлетели. Один бы его остался быть там. Открываю воронку в галактическое ядро и канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес. Я сейчас буду начинать отпускать. Ты находишься в доме. Ты там главный? В доме? Или есть демон? Есть демон. Хорошо. Значит, тогда я предлагаю следующий вариант. Я отпускаю тебя. Сейчас ты собираешь все, что ты там оставил. Можешь передать демону, чтобы он тоже все собирал, что оставил в доме. Николая. После этого я прихожу, проверяю. Ты мне показываешь все порталы, которые находятся в доме. И на земельном участке я их закрываю. После этого я собираю весь негатив в доме. И отдаю. Могу разделить тебе с демоном пополам. Как хотите. Устраивает вариант? Устраивает. Хорошо. Открывается сейчас джин. Ты тоже сейчас пойдешь в дом. Соберешь всю свою пыль. И то же самое касается красного дракона. Снимаешь все свои платы. Я прихожу, проверяю, отпуская вас первый раз. Все понятно? Да. Открывается сейчас два портала в дом Николая. Один для красного дракона. Второй для джина и беса. Джин и бес уходят в свой портал в дом. Собирает все. Красный дракон уходит в свой портал. Закрывая печат и растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Итак, переходим сейчас к аннулированию контракта и договоров. Проверим. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Николай должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готово. Я говорю слухи, вот тонкая копия повторяет за мной. Я. С решением контракта и договором. Договора выходит активно и подсвечивается. У него нет активных. У него несколько отработанных. Они как свитки, такие один за другим. И два фантомных. Хорошо. Открывая воронку в галактическое ядро, все отработанные контракты вместе с фантомами уходят на переработку. Закрывая печат и растворяя. Готово. Хорошо. Николай, возвращаемся к нашему разговору. Вы изъявили желание вернуть все, что вы испытали негативное тому, кто вам причинил. Это деструктивную боль, которая на физическом плане изменила даже ваш биоробот. В всяком случае, на астральном плане это видно. Вы подтверждаете свое желание? Подтверждаю. Хорошо. Итак, выстраивается прямой канал от Николая к этому ящеру. Одевая на ящера эту конструкцию, точно эти же места, которые он установил, на Николая. Да, будет так, а так и есть. И сейчас, в течение одной минуты, Николай вернет всю эту боль, весь дискомфорт, все, что он получил от этого ящера, ему назад до 100%. На счет 3, 1, 2, 3, пошел мощный поток. Подскажу к Николаю, помогаемая энергия ему. Если ему энергии не хватает, выдавливаем все, отдаем назад всю боль тому, кто ее причинил. До 100%, а не процента больше. Айва начинает сковывать ящера. Он как кричит. Ах, Николай тоже кричал, вот так. Его давит со всех сторон. Ну, представь себе ящер, как ему было 9 лет с тобой жить. Ты ни на что не смотрел. Ни на боль его, ни на страдания, ни на что. Ты просто его убивал медленно. Он храпит. Николай решает, мы ни процента больше не отдаем. Он просто испытывает то, что он причинил. Он поменял цвет и темным стал, как обгоревшим. Отлично, хорошо. Снимая с него эту конструкцию, переходит в соседнюю клетку. На счет 3 сжигает от канал к ящеру. 1, 2, 3. Канал сжигается, открывая воронку в галактическое дрон, улетает на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Как вы себя чувствуете, Николай, сейчас? Да, отлично чувствую. Освободился от этого. Ничего, мы еще вас энергиями заправим, все будет нормально. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. 9 лет находился ящер, 304-й в биополе, без контракта. Установил конструкцию из досок, которая изменила, деформировала его тонкое тело. Как мы это можем видеть? На физическом плане я не знаю. Наверняка он испытывал очень сильные боли. Мы это все вытащили, вернули ему еще, кстати, сканер, просканировал полнуюту души Николая на настоящий момент. Что? Вернули 12% души из этой конструкции. И вот сейчас он стоит здесь. Николай посчитал нужным вернуть ему эту боль. Ему было очень больно. Я услышала тебя с мазберем ящера. Благодарю тебя. Или то, что от него осталось. Конструкция это не дерево, это его структура, корка, чешуя. Вот с этим мы встречались. И он из него ящер сделал. Он полностью подстраивался, вернее, подстроился. Пишел так, как нравится ящеру, питаясь его энергиями. То есть паразит с большой буквы. Уничтожайте конструкцию. Благодарю. Под конструкцией, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Забрали. Отлично, Николай. Все, его забрала межгалактическая полиция. Он больше никогда к вам не придет. Можете не сомневаться, если он вообще в себя придет когда-нибудь. Идем дальше. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим на очистку. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Николай. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я великолепно чувствую, возвращаясь к жизни. Отлично. Сейчас мы еще и дом ваш почистим, и все будет хорошо. Сейчас я буду отправлять вас в вашу систему Биоробот Душа. Подожди, перед тем, как я отправлю, я хочу сделать запрос куратору. Есть ли какие-то рекомендации по заживляющей энергии, чтобы ему восстановиться после всего этого массивного воздействия? Может ли он что-то порекомендовать? Ему вспоминать надо, кто он и зачем он на Земле. Хорошо, Николай, вы все услышали. Для усвоения энергии вибрации, благодарю куратора, для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Николая в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Ему слово идет «просыпайся». Просыпайся. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта.